снова с вами я хочу вам сегодня такую тему осветить как лос-анджелес это город невест если вы не подписаны на мой канал подписывайтесь со своего опыта жизни 18 лет в лос-анджелесе есть много что рассказать также я затрагиваю тему аргентины потому что я там прожила много лет и жила и работала поэтому подписывайтесь на мой канал что-нибудь интересненько это вы узнаете для себя почему лос-анджелес город невест мы на океане сегодня нам обещает где-то 45 50 градусов жары лос-анджелес это аномальная жара это бывает редко такие подъемы нью-йорке там тоже что-то аномальная температура там уже 18 человек погибло мы приехали рано утречком 6 утра но уже сейчас где-то после девяти народ подтягивается с города сбегает все кто могут хотя сегодня пятница еще кого-то рабочий день у кого-то вот видите толпа школьников это летние лагеря работают вот они полностью закрыты они одежда такая видно верующие поэтому видите в юбках в таких кофточках закрытых но может быть им разрешат кожу купаться вдалеке от всех мы приехали вообще никого не было был пляж только для нас для наших собак побегать поиграться походить позаниматься спортом здесь хорошее место я уже говорила что это малибу малибу бич здесь это даже зума это немножко да чуть чуть дальше и здесь можно и собаками и можно жарить барбекю и видите здесь много таких деревьев под которыми можно спрятаться но мы всегда берем с собой зонтики и палатки вот палатки вот горы впереди здесь удобства вода туалеты народ уже подтягивается стоянка здесь платная стоит 12 долларов это сейчас стоянка вся будет заполнена забита чуть попозже народ будет сегодня сбегать из города дети уже купались тепло даже на океанах очень тепло прямо необычно для океанов красивый океан стильный шторм ветер с утра это такой приятный бриз уже людей много ну лето сезон у школьников каникулы у людей отпусках кто может и что и до океана ехать совсем ничего конечно ехать на океан отдыхать одно удовольствие а потом жарить мясо такая маленькая барбекюшница стоит мы годами пользуемся в любое место можно взять собой место мало занимает здесь рыбалка иногда бывает утром вот такая она полу легальная потому что здесь в лос-анджелесе на все нужно лайсенс лайсенс что вы здесь ловите если у вас поймают большие штрафы но люди все равно берут с собой удочки рано утречком какой инспектор придет сюда ловят так для фана для удовольствия для того чтобы просто свое хобби такой океан но купаться в нем очень тяжело вода сносит уносит внутрь океана такой тяжелая сила даже не подумаешь природа как с ней с ней не поборешься такая дымка приятная впереди все чаек много чайки наглые здесь они просто когда ты жаришь мясо они просто подлетают из огня хватают обжигаются все равно воруют это мясо противные чайки и только смотрят одна на чеку сидит и смотрят ага ушли от стола она дает какой-то мяу клик и все чайки со всех сторон и атакует этот стол и буквально за пару минут они стащатся что могут сточить особенно если там какое-то мясное хлеба мне интересно ну вообще чайки здесь наглые в лос-анджелесе они любят жить даже в самом лос-анджелесе внутри далеко в глубине от океана возле ресторанов и там всегда и для них еда есть возле мусорных баков не ленивые здесь искать рыбу еще уже готовые со специями но сейчас теме вернемся по поводу почему лос-анджелес город невест ну а потому что лишний по причине номер один вот я буду рассказывать и на океан направлю просто такой вид приятный шум океана лишь потому что причина номер один потому что здесь голливуд и любая девушка которая считает себя красивой и которая есть амбиции сниматься в кино она считает себя актрисой конечно едет в холливуд и конечно же эти девушки здесь со всего мира и красивые и некрасивые и высокие и толстые и худые какие хотите и все они думают стать актрисами или хотя бы сниматься в каких-то массовках я потом быть героиней фильма что вы думаете когда мы сюда приехали это не потому что быть актрисой а потому что мы как все эмигранты искали какую-то работу и думали чем заняться и сюда брали на массовки массовки там в день платили 100 долларов это неплохо наши некоторые зарабатывали мы что-то ходили один или два раза там надо было заполнять кучу документов еще там что-то я не помню по какой причине даже девчонка со мной ходила и и не позвали или она не заполнила до конца не помню это было восемнадцать лет назад но сам факт что даже те времена платили неплохие деньги для массовок и тот же под студии мы жили как мы потом перебрали жить недалеко от этих всех студий вот всегда стояли такие покупатели которые покупали девушек они давали свои визитки такие искали девушек для взрослых фильмов но вы понимаете что я имела ввиду порно но конечно эти все девчонки здесь оседали не получив никаких ролей и оставались жить лос-анджелесе потому что в надежде что их все-таки позовут селиться тоже старались где-то недалеко вот студии но это дорог дорого поэтому там очень дорогая ирия потому что студии и естественно сериалы все эти которые артисты сериалах снимаются живут тоже стараются недалеко и я уже показывал это место мы там жили вообще близко муж тоже со студиями работал но мы поселились не по той причине это получилось случайно мы сняли домик в этом домике было и дворик небольшой и мы могли жарить барбекю всегда и мне очень нравилась эрия мы сбежали с русскоязычной эри потому что там язык английский и бы не пошел и вообще хотели как-то как-то хотели больше правости по-английски по-русски это уединение так бы не но в общем то мы попали полностью в американскую среду и вест-холливуд где мы жили раньше он такой плотно населен очень много русскоговорящих населения и вот они даже и не пытаются наше старшее поколение даже и не пытались выучить английский им и не нужно было потому что окружение и рестораны и русские магазины и в общем-то и эти детские садики для взрослых они посещали друг друга знали но мы оттуда уехали ближе к теме и поселились в окрестностях студии поэтому мы знаем эту жизнь я конечно имела много соседей знакомых американок американцев и кто и снимался и кто писал и кто в общем то у меня было много знакомых лишь потому что соседи потому что мы ходили в старбак часто с компьютерами с компьютерами мы были в старбаке сидели когда было время но это не означает что мы сидели с утра до вечера но несколько часов брали кофе там кондиционер приятная обстановка и всегда студийные люди всегда но и лица которые мы знакомились уже знали друг друга здоровались говорили но в общем то такое местечко и вот в этом окружной в этой округе кто имел деньги кто где-то работал на более-менее имел работу или на студиях или или мимо имел возможность себе позволить тоже жили и эти все невесты оседают в лос-анджелесе и поэтому здесь и и ищут для всяких кто не имеет денег для фильмов для взрослых ну порно полностью чтобы понятно было порно фильмы и снимают конечно здесь я думаю что спрос есть потому что я еще раз говорю очень много приезжает красивые женщины здесь со всего мира вот и все хотят быть звездами естественно мужчины в лос-анджелесе очень разбалованы они имеют возможность менять этих девчонок и здесь очень просто бывает так что бары заполнены просто они там знакомятся заполнены бары особенно вокруг и вот здесь студии и там есть happy hour и специальные часы где хорошие скидки на выпивку там ознакомятся естественно ну в разных местах девчонки работают в разных местах и поэтому здесь недостатка в красоте женской нет в лос-анджелесе и мужчины могут себе заводить и заводят любовниц погуляли погуляли следующая или следующие девчонки ищут себе устроить жизнь тоже как-то побогаче кого-то найти а это удобнее сделать если ты где-то в роли какой-то засветился была у меня знакомая русская говорящая сама такая деревня приехавшая вышла замуж она за американца он старше ее на лет 30 и вы приехала на уже в таком возрасте уже за 30 с ней было и вот этот американец они вообще некоторые американцы нормально относятся к местам из других стран а некоторые нет и смеются и даже я слышала такое название американца невеста по почте но это другая тема так вот эта девчонка о которой я имею речь противненькая такая она по трупам пройдет но пытается добиться пыталась добиться своего ничего у нее не получалось этот муж ее не допускал к своим финансам он имел недвижимость которую сдавал она все пыталась сюда влезть пыталась быть или менеджером или еще кем-то он ее не пускал пришлось искать работу на стороне такие гадкие характеры есть наташа 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 она помню ее звать и она устроилась работать в другую компанию она познакомилась как-то я не знаю с другими русскими где-то она пыталась быть менеджером компании по недвижимости и и где-то она познакомилась с ребятами с пламинга или электришина по свету что-то и начала проситься слезно что ей нужна работа ну а они имели уже контракты в компании и дали ей возможность познакомили ее с хозяином компании ну и вот это невеста по почте так он ее называл один из этих управляющих она влезла в эту компанию она раз толкала локтями кого только могла она забралась на позицию менеджером она со всех требовала чтобы ей платили интерес за проделанные работы там просто с ребят драла деньги такая вот по трупам ходит вот и ребят этих она поувольняла потому что они не хотели платить ей никакой интерес за то что они там делали какие-то работы они по договору они свои бизнесы и она их растолкала выгнала она даже умудрилась дворников садовников поувольнять но такие есть вот вот и все было мало она ненавидела людей она тянула просто с людей я знаю потому что я работала с ней в одной компании но она и потом получила свое по заслугам всегда это прерывается ее потом и судили вот и она к чему я это все вела она все равно думала что она может быть актрисой и вот она подбиралась кому-то как кто-то имел малейший какой-то контакт студия с фильмами работал где-то на любой позиции она пыталась туда прорваться продраться она думала что она достойна большего не быть просто там любовницей муж ее бросил они захотел с ней больше жить и она тоже его судила она ничего не получила осталось при своих интересах потому что я так понимаю там был контракт они нанимали адвокатов с двух сторон но он с деньгами конечно имел больше возможности нанять и поменять адвокатов и вот она бегала все пока она не стала очередной любовницей у очередного мужчины который здесь имел не одну такую как она и все пыталась вырваться на эти студии вот так здесь это происходит она состарилась она уже стала еще старше хотя она была такая худая как палка палка не не письки не сиськи как говорится но она все хоть пыталась так как она такая худая на этим пыталась взять и она пыталась чайка падает в море пытается рыбку словить это одна из неленивых попалась и нет еды еще здесь нету костров рано еще для костров вот и я не знаю как закончила сегодня эта история но такие заканчивают тоже не очень потому что так как они ходят по людям там люди потом им сто их ставят на место а так как она думает что она потому что расставит ноги чего-то может добиться то еще существуют законы помимо ее ног длинных и законы в америке которые по которым судят когда их нарушают вот ну вот а город невест остается люди при народ прибывает женщины прибывают каждый день каждый месяц и оседают в лос-анджелесе большинство своем потому что уже куда возвращаться здесь индустрия ресторанов очень развита и эти будущие модели идут официантками официантками в некоторых ресторанах неплохо зарабатывают очень много здесь есть клубов нут-клубов там где танцуют там где раздеваются и все как-то в тишине как-то вот так это все здесь в городе толкется ты не подумаешь вот эта скрытая жизнь я рассказывала о скрытой такой жизни в аргентине если интересно посмотрите мое видео и в общем то туристов тоже здесь много здесь много азиаток и американцы с удовольствием женятся на них потому что они ну в принципе не то что как те которые приезжают сюда а едут в ту страну где они живут и они такие покладистые спокойные характера имеют женятся на них и здесь очень много жён никсанных вот американец имеется ввиду белый и азиатка с удовольствием я наверно больше вижу здесь азиаток чем европеек когда-то мне моя приятельница из союза бывшего сказала ну пока наши девушки ну конечно наши причем здесь на что такое наши ну то что там приготовит то что там уберет и все может да американские мужчины здесь нет нехватки в еде здесь любой магазин зайди в любое кафе или в любом даже там где продукты покупаешь шопаешь есть отделы или полуфабрикатов или горячей еды в любом таком маломальском нормальном магазине можно уже купить и ту же курицу вот горячую он может тут же съесть съесть покушать или взять с собой или тоже тот же суп и в общем-то еду в кафе здесь со всего мира рестораны собраны есть дорогие есть недорогие на любого покупателя они дорого это в магазине покупают и кушают я делала видео как рыбу выбираешь в магазине и тут же даешь тебе ее жарят какую ты хочешь вот поэтому то что говорят о русская все может а кому это особенно нужно уборщицу ну и что 10 долларов в час можно даже взять там на уборку придет там сколько раз нужно и рубашки возьмет погладит и все 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 здесь есть вот такие сервисы мужчины многие здесь любят независимость они себе живут свое удовольствие меняют девчонок любого возраста они идут в эти клубы они идут на танцы они ведут легкий образ жизни не обязываясь ни к чему не все же хотят детей семью и уж очень-то не очень-то они бегают за русскими или украинскими женщинами это все мифы ерунда какая и женщину привести ту которая не 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 понимает даже говорить по-английски и ждет чтобы он открыл кошелек так здесь много невест раз всего мира красивых которые можно заплатить некоторым я не говорю что всем согласятся или познакомиться и она уже и по английски и тебе будет говорить и стараться угодить если мужчина с деньгами то есть здесь нехватки в невестах нет это город невест может где-то в глубинке другой стиль жизни но здесь совсем по-другому здесь раскрепощенность когда пойдешь в бары какие-то или такие клубы это все открывается все там все так свободно свободно здесь не не